Как дела, ребята? Алекс здесь. Гаст-разработчик, который процветает благодаря итерации. Они, как известно, не только выпускают по крайней мере две RPG в год, но и постоянно совершенствуются и учатся, постоянно создавая так много игр. С выпуском Atelier Riza 2 для Гаст оказалось, что фанаты действительно не возражали против того, чтобы в сиквеле был один и тот же главный герой. И с Atelier Riza 2 для Гаст еще раз проверяет эту концепцию, возвращаясь к одному из самых любимых персонажей в истории сериала. В результате получилась игра Atelier, которая не только заимствует лучшие элементы прошлого и настоящего серии, но и переносит нас в невероятное приключение с некоторыми действительно запоминающимися моментами. Этот обзор стал возможен благодаря таким зрителям, как ты. Поэтому, пожалуйста, оставь лайк, оставь комментарий, а затем подпишись на канал. Atelier Sophie 2. «Алхимик таинственного сна» — это продолжение Atelier Sophie 2015 года, действие которого разворачивается в средневековом фэнтезийном мире и в котором уделяется большое внимание Крафту. Эта история происходит между Atelier Sophie и Atelier Fierrys, где мы находим Софи, продолжающую свой путь к тому, чтобы стать лицензированным алхимиком, все время надеясь вернуть Плачу, ее наставника, в человеческий облик. Через несколько дней после отъезда из Кирхенвелл, Софи и Плахта расстаются после того, как их погрузили в мир Эр-де-Вьош, Земли, населенной мечтами ее обитателей. С помощью своих новообретенных друзей Софи отправляется в приключение, которое проведет ее по сказочным местам, в надежде воссоединиться со своим наставником и найти путь домой. Если ты достаточно насмотрелся моих обзоров, ты знаешь, что я люблю вдаваться в подробности описания различных систем РПГ, которые есть в играх, но с Софи вторая не могу не восхищаться тем, как невероятно весело в нее играть. Atelier Sophie 2 имеет плавные переходы от разведки к битве, позволяя вам сразу перейти в наступление без каких-либо пауз или нагрузок на другое поле боя. Это заставляет сражаться с монстрами в Софи 2 быстрее, чем в любой другой игре до этого, заставляя вас хотеть переходить от одной битвы к другой из-за того, насколько это плавно. Но это еще не все. Atelier Sophie 2 также возвращает некоторые из моих любимых боевых механик из игр Дориза. Мало того, что пошаговые сражения триумфально возвращаются. Снова присутствуют атаки, специально нацеленные на группы врагов, а также способность вашего вспомогательного состава блокировать атаку и заменять члена группы на передовой. Новинка в Софи 2 — это возможность вызывать двойные действия, которые помогают максимизировать ваши ходы, позволяя вам атаковать дважды за один ход. Но для того, чтобы сделать это, тебе придется создать счетчик ресурсов, который увеличивается каждый раз, когда ты атакуешь своих противников. Монстры, с другой стороны, теперь могут создавать вокруг себя ауру, которая может защитить их от повреждений, подобно врагам, найденным в Райзе. В то время как некоторые могут быть разочарованы, узнав, что Софи 2 устраняет многие боевые механики предыдущей игры, то, что осталось, это по сути усовершенствованная боевая система, которая сочетает в себе лучшие элементы предыдущих игр, с которыми очень легко учиться и создавать стратегии. Хотя мне очень понравилась боевая система Риза, это возвращение к проверенной и верной демонстрирует готовность Гаст экспериментировать как со старыми, так и с новыми идеями, создавая боевую систему, которая, по сути, представляет собой смесь великолепной механики, усовершенствованной во всей серии от Элайр. Это делает сражение таким же увлекательным, как и механика его создания, и помогает то, что это тоже было отполировано до зеркального блеска. Крафт, или говоря языком от Элье, синтез, все происходит по сетке, сохраняя основную механику предыдущей игры. Тебе придется размещать фигуры, представляющие элементы на сетке, таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциал предмета, предоставляя доступ к различным эффектам и более высокому качеству, что даст тебе преимущество при изучении мира. Хотя материалы в Соуфи 2 могут иметь несколько сродств к элементам, вам нужно будет добавить только один элемент на материал, чтобы начать синтез, хотя вы можете попытаться разместить там все. Это поможет тебе сформировать вертикальные или горизонтальные линии, без диагоналей, что увеличит вероятность суперуспеха предмета. Чем выше ставка, тем больше вероятность того, что ваш готовый товар будет на 50% качественнее. Одна из моих любимых частей синтеза Соуфи 2, это возможность помочь вашей группе, активируя бонусы и льготы, которые могут помочь вам разблокировать еще больше эффектов, или даже повысить ваш показатель суперуспеха. Для всех, кто новичок в Риза, в Соуфи 2 есть механика пополнения предметов, называемое дублирование, которое позволяет вам пополнять любые израсходованные предметы, которые вы синтезировали, хотя вам придется заплатить за это деньги. Зарабатывать деньги в серии от Элайр никогда не было для меня проблемой, так что платить за это было не так уж и важно. Хотя тебе предстоит открыть для себя еще много интересного, я обнаружил, что мне больше нравится синтез от Элайр Соуфи 2 по сравнению с другими играми серии. На самом деле, я даже скажу, что сейчас это мой абсолютный фаворит. То, как ты включаешь свои материалы в свой предмет, очень похоже на головоломку, больше, чем Софи до этого, и те забавные варианты, с которыми ты можешь поиграть, всегда заставляли меня хотеть создавать лучшие предметы. Возможно. Это правда, что поиск лучшего предмета может занять немного времени, и я действительно не могу сказать вам, сколько времени я провел в котле, улучшая качество своих предметов. Но я могу сказать, что мне было очень весело делать это, постоянно переделывая и настраивая, чтобы получить наиболее оптимизированное размещение материалов. Все это говорит о том, что если тебе не нравится идея остановки, развитие твоей истории из-за того, что тебя просят создать предмет для продолжения, я должен указать, что такие контрольные точки существуют в Софи 2. Как бы то ни было, если вы готовы приложить минимальные усилия для сбора указанных материалов, и не беспокоиться о минимизации своей работы, вы можете использовать функцию автоматического добавления материалов, чтобы игра создала нужный вам предмет. Как и в мое время с Риза 2, я играл с функцией автоматического добавления материалов на протяжении большей части моего прохождения. И хотя его реализация не идеальна, учитывая его автоматизированный характер, я уверен, что могу рекомендовать новым игрокам, которые не хотят изучать все тонкости синтеза, чтобы воспользоваться этим так сильно или так мало, как они хотят. Для тех, кто интересуется желанием начать с Аттелайр Софи 2 в качестве своей первой игры Аттелайр, вы будете рады узнать, что в игре содержится краткое резюме, в котором рассказывается о том, что произошло. Это также сопровождается полезным предупреждением, которое дает вам знать, что вы будете испорчены некоторыми событиями в предыдущей игре, если это не было ясно. Это резюме также служит отличным способом для игроков, которые много лет назад победили Аттелайр Софи, быстро наверстать упущенное и вспомнить о том, что произошло. Так что на случай, если у тебя возникнут какие-либо сомнения, да, ты можешь сыграть в эту игру как в свою первую игру Аттелайр. И она может быть даже действительно хорошей для начала, несмотря на два в названии. Я говорю это с абсолютной уверенностью, потому что Аттелайр Софи 2 – это грандиозное приключение, наполненное запоминающимися персонажами и моментами, которые заденут струны твоего сердца. В нем все еще есть всеобъемлющее повествование об алхимике, желающем быть самым лучшим, каким она когда-либо могла быть, но это завернуто в историю, которая согреет даже самые циничные сердца. На раннем этапе «Твое время» Софи 2 будет наполнена замечательными персонажами, которые чувствуют себя приветливыми каждый раз, когда ты сталкиваешься с ними. И их желание помочь Софи найти ее дорогого наставника и друга заставляет тебя почувствовать родство, которое быстро устанавливается. Для Софи ее друг – это больше, чем просто семья, и эта идея пронизывает не только непосредственную вечеринку, но и всех, кто ее окружает. Все это говорит о том, что Софи 2 сохраняет большую часть очарования и заботы, которые долгое время были основой сериала, предпочитая сосредоточиться на индивидуальном росте и меньше. Более значимые моменты, вместо того, чтобы сосредотачиваться на апокалиптическом событии, которое заставляет тебя валить боков поля. И хотя это может быть неприятно для некоторых, для остальных из нас, кто чувствует, что им нужно отдохнуть от гибели и мрака, Софи 2 – это сияющий свет во тьме. Кстати говоря, персонажи и окружение Софи 2 выглядят великолепно, отображая каждую сцену яркими насыщенными цветами, что также позволяет ей демонстрировать огромные области, которые усиливают сильное художественное направление разработчиков. Каждая область демонстрирует, насколько повзрослел внутренний движок Гаст с момента последнего появления Софи в Лидии Сьюэля в 2017 году, что делает ее последнюю прогулку более грандиозной и эпичной, чем когда-либо прежде. Ты, конечно, не найдешь здесь текстур с высоким разрешением 4К. Скорее, вы обнаружите тщательное рассмотрение его художественного направления и дизайна, которые в совокупности поднимают все таким образом, что вам просто может быть интересно, как они могут последовательно выполнять это, выпуская две РПГ в год. Возможно, еще более впечатляющей является твоя способность управлять погодой в Ателайр Соуфи 2. Софи может изменять погоду в определенных точках карты, значительно изменяя внешний вид и планировку местности, тем самым открывая и закрывая новые пути. Это происходит с очень небольшой задержкой, и довольно впечатляюще, как они могут включить это в дизайн уровней игры. Как и могли ожидать давние поклонники Ателайр, Соуфи 2 есть только японская озвучка, так что вы не услышите, как Кристин Мари Кабанос повторит свою роль Софи в этом фильме. Игры Ателайр не озвучивались на английском языке со времен Ателайр Файрис в 2016 году, и, к сожалению, нет никаких оснований полагать, что это изменится в ближайшее время. Как бы то ни было, остальная часть звукового оформления Софи 2 довольно сильна и соответствует качеству остальной серии. В дополнение к запоминающемуся саундтреку, который заставит тебя подпевать ему, Ателайр Соуфи 2 использует несколько приятных звуковых эффектов, которые заставят тебя захотеть услышать больше об этом. От активации суперуспеха предмета до обработки запросов воспроизводимые звуки кажутся резкими, удовлетворяющими, но не так, как мне кажется неуместным в серии. Когда я услышал, что Гаст делает Ателайр Соуфи 2, я был одновременно удивлен и обрадован. Сыграв так много их игр за эти годы, я знал, что решения, которые побудили их создать Соуфи 2, были прямым результатом их настойчивости в создании такого количества RPG за такое короткое время. И все же, в то время как многие другие разработчики борются за создание одной хорошей игры, используя такой строгий график, Гаст выделяется среди остальных, предоставляя игру, которая легко становится их главной игрой года. Ателье Соуфи 2 заставит тебя смеяться, улыбаться и, возможно, даже плакать во время путешествия ПРД в Ёж с Софи и друзьями. И с учетом того, что остальная часть игры работает на полную мощность как это, Ателайр Соуфи 2, алхимик таинственной мечты, становится легкой рекомендацией для любого давнего поклонника Ателайр или любого новичка, желающего по-другому взглянуть на Джек. Но теперь я хочу услышать, что ты думаешь об Ателье Соуфи 2, что ты об этом думаешь до сих пор. И если ты смотришь это дальше по сюжету и сам играл в полную игру, что ты об этом думаешь? Поделись своими мыслями в комментариях ниже, и давай поговорим об этом. Большое тебе спасибо за просмотр, и я увижу тебя в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok